МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Доброй ранецы. На этом тыдне у Минску начнется пятый Усебелорусский народный сход, на кем будут представлены все регионы Беларуси. Жлобин и Жлобинский район на этом форуме представить 21 человек. С некоторыми делегатами сустрелся Алексин Церову. По окольписти населенства у нашей области Жлобин – третий город. После Гомеля и Мазара 26 червня до речи он назначить свое 524 годе. А еще Жлобин называют металлургичной стадицей Беларуси. Грачное сердце Беларуси – это так само БМЗ от деятельности этого предприемства. Саправды, у значной ступени задержит ситуация в экономице не только в нашем регионе. Правда, в связи с падением цен на металлопродукцию на рынках основных партнеров, ситуация на самим БМЗ пыльно сейчас была не самой лепшей. Але у маях гэтага года завод знов вышел на становшую рентабельность. А при чатагу летоць предприемства вышла на такие новые рынки, як Ирланды, Колумбия, Павдневая Корея. Так само в 2015-м в рамках проводимой модернизации по эксплуатации уведенный новый стан для вытворчести сортового прокату со специальной опрацовкой. Это так званая инновационная продукция. Ранее ее доля у огольном объеме экспорта складала 21%. Теперь гэтая лечба повеличится на БМЗ обогу не перекананы. Модернизация – один из шлях до того, как працевать эффективно и с постоянным прибытком. Имеем на выходе продукцию с добавленной стоимостью, которая будет востребована на рынке и иметь более дорогую цену. Сегодня мы осваиваем инновационный продукт, который предназначен для автомобилестроения. И, соответственно, качество нашей продукции должно быть выше и цена в том числе. Жлобинская середняя школа номер 13 у лику лидеров. По выниках леточного централизованного тестирования, она вошла в список 50-ти лепших научных установок Беларуси, сервитые наученцев, первоморцы и лаураты областных и республиканских олимпиад по учебных предметах. Увышающие научные установки, причем не только нашей краины, что год поступает около 95% выпускников. Не в опущенную чергу, такие выник достигается с творением профильных классов. Летость, например, физика математичного и англо-русского. Такий подход тут лечить эффективным, тем больше, что и он наповедает практици европейских ВНУ. У речи, кожно-дорослый подтвердить, частка отриманных в школе ведов николи не выкористовывается, а про некольких годов увогли забывается. Далегат пятого Всебелорусского народного схода, наставник физики и выдатник эдукации в Беларуси Алена Ананчикова-Перконана, минавито так можно максимально полно раскрыть сдольности наученцев. Мне бы хотелось, чтобы были изменения в учебных планах. Вот услышим, не услышим. То есть, чтобы были предметы, которые ученик выберет для изучения. А есть такие предметы, которые он может посещать либо факультативно, как это вот в Европе, например, пропагандируется. Если будет возможность выбора, тогда мы снизим нагрузку на ученика. Поэтому нужно менять учебные планы. То есть, ребенок, который выбрал физико-математический класс, русский язык будет изучать не в той мере, как базовый уровень, а, например, он может выбрать как факультативный курс, как это делается в Европе. Олег Синтеров, Евген Макенко, телерадио-компания «Гомель» с Ажлобином. Промыть телефонную линию жихарами региона провел старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник. За три годины поступило 88 проблемных пытанев. И какие темы хвалюют людей, высветлял Дмитрий Котау. Процелоткование, земельные пытанев, приватизация жилья, рамон дорог, жильево-коммунальная господарка. Гэтые темы по-ранейшему застаются наибольшь актуальными и хвалюют жихароу нашего региона. А лишь кали проанализовать, то колька из воротов на промылине из уделом керавництва в области с кожным разом поменьшается. У першую чергу меньше по-соправдному складанных пытанев, выращение яких потребует серьезных финансовых укладанев. До речи, як означая старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник, многие проблемы людей махчима было выращить на мясцовом узровне у рай ваканкамах. Люди обращаются уже не с теми проблемами, которые были, если вы вначале помните, были такие жесткие, порой тяжелые, которые сложно было расшить. То сегодня вы видите, что проблем таких серьезных не было. Были простые вопросы, которые надо было, может, человеку даже действительно выговориться, высказать свое мнение, но таких серьезных проблем нет. Усяго подчас субботней телефонной линии поступило 88 зворотов. Некоторые пытания были выращены одразу. Жихарка везки Клима у Кагомельского района Инна Лысякова поскардилась на второе высокое древо, якое находилось побач с ее домом. Галины древа с замосного ветра могли пошкодить не только ее жилю, але и стать погрозой для життя. По кульпра моя линия протягивалась, на место выехала бригада супрацовников ЖКГ и МНС. Проблему выращили оперативно. Ветка наклонялась на дом, и страшно было, в общем-то. У меня двое детей маленьких, поэтому в любой момент она могла просто-напросто рухнуть. Тем более, сейчас накануне грозу передают, и страшно, в общем, страшно. Поэтому я не надеялась, но очень удачно дозвонилась по горячей линии и попросила о помощи. Не ожидала, среагировали очень оперативно, чему очень благодарна. Особливостью промой линии стала отсутность полторных зворотов от громадян. Это заявляется показчиком эффективной работы мясовых улад по выращению проблем ЖХРО региона. Самая главная, наверное, работа, которую я сегодня оценку, да, управляющим, которые присутствовали, это повторные обращения. И мне сегодня было приятно, что ни одного повторного обращения не было. Это говорит о том, что все то, что дается поручение, выполняется. И, конечно, соответственно, этих обращений становится меньше. Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». В Гомельском государственном медицинском университете уручили дипломы выпускникам медико-диагностичного факультета, который рыхтует специалистов для всей страны. Один из главных моментов в жизни молодых специалистов – отримание диплома высшейшей адукации – трапил в объективы наших видеокамер. Не глядяши на то, что гэтые молодые люди только сёлята приступят до своих працёвных обовязков, за их плячыма уже пять годов у партой працы. Правда, не на профессийной, а на учебной ниве. 135 молодых медиков, будучих рентгенологов, эпидемиологов, валиологов и инших специалистов у гэтый день в опошний раз пришли уродный университет у якости студентов. Уже упраз некальким гненеу, я наотрымаюць заповедный документ и выйдуць от сёль уже дипломованными урачами. Эмоции волнения, конечно же, волнения. Ну, конечно, я очень горда за своих одногруппников, за всех выпускников наших, что мы всё-таки добились, получили диплом, хотя это было очень-очень сложно, были, ну, преодолеть третий курс, например, ещё какие-то там экзамены. Медика диагностичному факультету Гомельского медицинского университета сёлята спауняется уже 20 годов. За гэтый час на им подрыхтовали каля тысячи специалистов, які затем разлетелись на свои працовные месяцы во усе регионы краины. Многие из них сегодня заявляются уже кандидатами на ВУК и поважанными урачами у сферы практичной медицины. Махчима и гэтые молодые люди уже прас некальки годов так само подсвердзять узровень своей адукации великими достигнениями у сферы своей деянности. Пожелать-то я им хочу, чтобы они, когда начнут свою врачебную деятельность, чтобы они никогда не ошибались в диагнозе. Потому что лечить уже будет проще, если диагноз будет поставлен правильно. Сегодня на сцене Гомельского областного драматичного театра отбудется финал масштабного областного детячего телевизийного конкурса «Вядучих. Юная телезорка». Нагадаем, что это суместный проект в телерадео компании Гомель и управление адукацией Гомельского облывы Конкама. Финалисты конкурсу прайшли усе этапы его проведения. Отборы отбылись в 25 районах в области. С первого дня проведения конкурса и до сегодняшнего дня прайшло 05 месяцев. За этот час юнаки девчаты шмат працавали. Над собой, техникой мовы, демонстрации творческих здольностей умением легкой и незмушено поводить себе на сцене. Рабили первые спробы працы на видеокамеру. И вот сегодня станут вядомые имены миссы мистера телеканала «Беларусь. Чатыры Гомель» в двух взрослых категориях. Яны отрымают право быть ведущими дитячей телепередачей и станут абсолютными переможцами проекта. А вы, не как финала, вы доведаетесь из материала наших корреспондентов у вечернем выпуску новинов. Вызначились левшие водители предприемства «Гомель АблАутотранс». Конкурс профессийного майстерства отбылся у Гомелли. Такие споборниства стали уже традиционными и проводятся что год. После внутреннего отбора каждый из филиалов предприемства выставляет команду. Как правило, это заусюду самые лепшие специалисты, так что конкуренция на высоком узровне. Программа правспоборництва складалась с двух часток – теоретичной и практичной. На первой конкурсантам треба было отказать на питание по правилам дорожного руха и продемонстровать ведение устройства и правила эксплуатации автомобилей. На практице водители грузовых авто и автобусов демонстровали свое майстерство у парковцы транспортного сродка у бокс, проходжений на худкость змейки, подъезде до автобусного припынку. Керовники филиала у Гомелли АблАутотранса так само споборничали на легковых автомобилях. Первое место у агульным залику заняли водители Гомельского автобусного парка номер один. На другом месте – команда шостого Гомельского автопарка. Замкнули тройку призеров работники филиала «Аутобусный парк» номер три Речице. Как правило, победители – это лучшие наши водители, которые не имеют нарушений правил дорожного движения в своей работе, ну и которые являются примером для других водителей, ведут за собой других, обучают молодых водителей. У Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина открылась и персональная выстава Гомельской мастачки Светланы Батраковой. Работы у жанра пейзажа и натюрморта объединаны под символичной назвой «Натхнение лета». Светлану Батракову ведают як мастачку-анималистку, пейзажистку, тонкого лирыка, философа и просто жанчину, якая открыто делится мастацкой прыхожостью. Сдаеца, можно отшуть дотык я ежеваписных кветок, а для устраванных простонкое аутарское светоуспринятие. За полгода, так и час творения персональной экспозиции, мастачка сдолила зафиксовать на 16 полотнах летние пейзажи и натюрморты про спризму уластных отчуванья, легкости, фантазии и невымолной прохожости. Выниковую реализацию выстава отримала дякуючи директору Гомельской областной библиотеки. Я с таким удовольствием написала для этой выставки работы, что сама себе удивилась, как я смогла. И выставка называется «Вдохновение лета». Это новая жизнь, новые бабочки, стрекозы, новые цветы. Все всегда новое. И надо вот, хочется успеть быстрее это все записать на холсте, все это оставить во времени, потому что это же все уйдет, это все исчезнет. Поэтому хочется быстрее, быстрее эту красоту оставить людям. Приемная новина для усих гомельчан, які заусёды сочат за модой и жадают выглядать сучасно и стильно. На другим по версии Гандлёва забавляльного центра «Мандарын Плаза» открылась новая кропка о продажу ведомого белорусского бренда «Марк Формель». Яркие блузки, кофты, джемперы, элегантные брючные изделия, изысканное платье и юбки. Новый магазин, который, к слову, стал уже третьим Гомеле, впечатляет многообразием моделей и неповторимостью современных дизайнерских решений. Это одежда для работы, спорта, сна и отдыха. В коллекции представлена одежда для всей семьи. Здесь можно с легкостью подобрать себе гардероб. От изящного нижнего белья до комфортных комплектов. Изделия известного бренда «Марк Формель» придутся по вкусу и кошельку абсолютно каждому покупателю. Очень удобная одежда для дома, для спорта, лайф-одежда, которая на все вкусы соответствует. Приятный ценовой фактор. Очень в широком ассортименте представлена бельевая группа, корсетные изделия. Модный гардероб по демократичным ценам. Новый магазин «Марк Формель» безусловно придется по вкусу как женской, так и мужской половине. Те, кто уже успел познакомиться с качеством и многообразием бренда, своим предпочтением не изменяют. Радует приятное соотношение цены и качества и новых покупателей. Знаю эту одежду, она очень удобная, очень легкая, в ней не жарко летом. Мы всегда сюда приходим. Я узнала из группы ВКонтакте «Мандарин». Ну и пришли сразу сюда, увидели, что скидки. Очень приятно, очень как бы небольшие цены. И очень порадовали скидки. Огромными преимуществами нового магазина «Марк Формель» являются постоянные обновления представленного здесь ассортимента, а также широкий размерный и модельный ряд. Не стоит забывать также об акциях, скидках и спецпредложениях, которыми компания «Марк Формель» готова щедро баловать своих клиентов. Спешите порадовать себя и своих близких. Приходите в новый магазин «Марк Формель», который расположился на втором этаже торгово-развлекательного центра «Мандарин Плаза» по адресу Проспект Речицкий, 5 В. Вас ожидает широчайший выбор стильной и удобной одежды, а также хорошее настроение после совершения покупок. Дмитрий Котов, Татьяна Болгова, Михаил Рабков, телерадио компания «Гомель». И это был опошний сюжет нашего выпуска. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова